Витископ Вообще баскетбол идет в сторону контактного, динамичного баскетбола, как в мужском, естественно, так и в женском сейчас. Мы даже видели в прошлом году на чемпионате Европы, видели, как играют топовые команды. Команды, играющие, выступающие в Евролиге, в Еврокубках. Очень силовые команды, очень контактный баскетбол. Поэтому, ну, это динамика времени, команды идут вперед, поэтому, если раньше было больше, скажем, тактического баскетбола, то сейчас, имея в виду то, что очень много игроков, как мужчина, так и женщина, играет сегодня в одном клубе, завтра в другом, в третьем, четвертом, очень тяжело, очень тяжело поставить тактику команды. Вот, поэтому больше внимания уделяется на физическую игру, на контактную игру. Вот, в этом году подобрался у нас неплохой коллектив, вот, девушки могли решать поставленные задачи, я имею в виду и сдваивание, и прессинг на всей площадке, и очень контактный баскетбол, как в защите, так и в нападении, при поставлении заслонов, и так далее, и так далее, и так далее. Всем составом можно было удерживать все время очень высокий темп игры, и на очень высоких оборотах, и на очень контактном, на сильном контакте силовом. Что надо отдать должное девушкам, они более дисциплинированные. Вот, то есть, если ты даешь какое-то задание, практически оно будет исполнено, и не надо контролировать, даже по себе знаем. Ну, вот, в мужском баскетболе чуть по-другому. Сейчас, конечно, баскетбол идет, женский идет в направлении мужского, то есть, очень жесткий, очень контактный баскетбол, я же уже говорил, не хватает только забивания мяча сверху. Вот, поэтому, но, что еще хорошо в женском баскетболе, то, что, прежде всего, если уже девушки выходят настроены на игру, то они будут действительно биться до конца, мужчины тоже, но, тем не менее, здесь очень, очень, очень сильно, скажем так, очень сильно должна быть психология, прежде всего, а женская психология, понятно, да. Вот, поэтому, я думаю, в женском баскетболе это где-то 70% психологии и 30% самого спорта. Витископ. Спортивное видео.